Особое мнение на 101FM Из-под ареста выпустили одного из фигурантов этого дела Александра Рыболовлева. Он бывший руководитель ЦДС. Александр Рыболовлев заключил соглашение досудебное о сотрудничестве с органами. Он помещен под домашний арест. Сообщает Кировское управление Следственного комитета по данным. Следственного комитета Рыболовлев изобличил себя. Организаторов и иных участников преступления подробно рассказал обо всех обстоятельствах дела. Там фигурируют цифры на данный момент. Что-то около 20 миллионов рублей. И напоминаю, что дело заведено по факту хищения денег при разработке программного обеспечения для электронных карт школьников. Оказывается, его не надо было разрабатывать. Напоминаю, если кто-то не помнит, оно уже было готово. Ну, то есть, вот 20 миллионов нецелевым образом были потрачены и куда-то размещены в другие места. Следишь ли ты за этим делом? И вообще, вот это дело ЦДС для тебя является чем? Символом чего? Свет, если совсем коротко комментировать, то здесь важно, кто окажется на верхушке этих обстоятельств, которые рассказал Рыболовлев. И это А, и Б. Окажется ли это верхушка этих обстоятельств достоянием общественности? Или опять мы узнаем только там, или вообще ничего не узнаем, или узнаем когда-то очень-очень нескоро о том, что же это все-таки за верхушка. Потому что всем абсолютно понятно, что просто так, вот так вот бюджетными деньгами распоряжаться без чьего-либо ведома, ни Рыболовлев, ни там беглый наш Никулин, никто не мог. Тут явно это все было на виду, и тут явно кто-то был в курсе. Так вот, какие это обстоятельства, и какая у них верхушка, вот посмотрим, вот здесь вот этот вот самый главный вопрос, мне кажется. Кто в итоге ответит за все? Никулин или Рыболовлев, или те, собственно говоря, кто управлял? Да. В этот момент городом, ты это имеешь в виду? Ну, в том числе городом и бюджетом города. Вообще, вот эти вот расследования, которые в этом году просто вот как грибы после дождя, после прихода там Шульгина, и можно даже чуть-чуть пораньше, но особенно, когда пришел сети-менеджер в город, я знаю, что за его подписью, например, уходило в прокуратуру письмо по Парку Победы, которые тоже очень долго жители, и активисты, и журналисты расследовали, и заявляли, и ничего не происходило, и суды принимали сторону администрации и мэрии. И расследование по другим муниципальным учреждениям, достаточно, помните, как комбинат детского питания, чем кормили наших детей там в детских садиках, по какой цене закупали, и много, практически по всем мупам пошли расследования. Что это такое? Ну, Света, дай бог, если это все заслуга Шульгина, тогда, скажем так, ну, низкий поклон ему за это, да, и это один из результатов его работы. Вот, но очень так вот кажется, что раньше об этом нельзя было говорить и это расследовать, потому что у нас у верхушки были люди, которые с этим были связаны. Если сейчас происходит то, что происходит, и вот появляются эти уголовные дела, и их много, действительно, вот ты сейчас, наверное, даже не все перечислил, да, еще и там и печное топливо, и ленинская компания, и все, и все. И если это действительно заслуга тех, кто пришел на руководящие посты, то это хорошо, то это какой-то результат работы. И, скорее всего, для этого этих людей ставили на руководящие посты, потому что, видимо, без них уже было не справиться слишком, здесь все было завязано и рука руку мыла. — Существует и другое мнение по этому поводу, оно, конечно, озвучивается комментаторами, разными блогерами и неблогерами, что это просто зачистка после предыдущей команды поля, что называется, для того, чтобы на эти места, на чисто поле привезти своих людей. Это довольно типичная позиция, наверное, ты ее знаешь. Вот пришел человек из другого региона, нас любят такую историю, сейчас он все тут зачистит и своих приведет. — Очень сложно говорить о том, что еще не произошло, да, это мы только можем гадать, но даже если такая зачистка происходит, так это прекрасно. Значит, давным-давно требовалось нашему городу, нашему региону, ну, не знаю, будет ли вторая часть, какие люди придут на их места, да, но сама по себе зачистка — это хорошо. — Тебе предстоит как члену общественной палаты работать с данными и работать в сфере контроля как раз муниципальной в том числе деятельности. Я, насколько знаю, ты подал заявление в рабочую группу по контролю за ремонтом и строительством дорог, да? И вот эта история, и теперь ты будешь тоже следить вместе с коллегами из общественной палаты и с теми, кто просто в рабочую группу входит, не членами общественной палаты. Ты будешь следить за тем, как закупаются, как ремонтируются, строятся новые дороги. По сути, ты будешь следить за командой Шульгина уже, нового сети-менеджера, да, и Елены Ковалевой, в общем, потому что Елена Васильевна тоже активную позицию нельзя... Она не свадебный генерал, или ты не согласишься? — Ну, тут есть у меня свои сомнения, сомнения, да, может быть и свадебный генерал, потому что ее очень мало я слышу, честно говоря, но вот на уровне ее должности я ее очень мало слышу. — А ты ходишь на заседание городской думы? — Нет, к сожалению. — Ну, она довольно жестко там выступает, я тебе скажу. Я несколько раз наблюдала это. — Ну, дай бог, если я ошибаюсь, это будет замечательно. — Я, да, вот крайне тебе рекомендую, можно прийти посмотреть. Так вот, ты будешь следить за этим, и ты будешь следить уже за новой командой. Насколько пристально ты будешь это делать, насколько ты готов с этим работать? Ты как журналист впервые в рабочей группе по контролю есть журналист? — Ну, естественно, мы, первое, чтобы не было никаких вопросов и нареканий, мы будем стараться ездить все-таки туда с камерой, чтобы люди все видели эту работу. Выкладывать будем в личный блок куда угодно, но чтобы люди это видели. Во-вторых, если я, скажем так, мне кажется, что это вот та же самая зачистка. То есть мне кажется, там еще вот эти вот корни, они никуда не делись. И если наша группа поможет каким-то образом эти корни выкорчевать, то будет прекрасно. Я надеюсь, что так и будет, потому что люди, которые входят в группу этой, люди, которые работали в прошлой группе, никто никуда не девается. И, насколько я знаю, у всех настрой такой, что именно не там разоблачить какого-то гада, да, а именно сделать все-таки так, чтобы у нас появлялись дороги, и появлялись они в нужном качестве и в нужном количестве. Вот если это получится, замечательно. И, опять же-таки, тут вопрос, ну, мы хотя бы попытались, да. Я не говорю, что вот мы сейчас тут возьмем и устроим революцию, и все поменяется. Не знаю, мы начнем работать, будем смотреть. Первое заседание еще не прошло. Первое еще нет. Нового состава. И мы точно не знаем, да, какой будет состав. И до сих пор еще принимаются заявления в эту группу. Ну, они, я, насколько понимаю, уже закончили. Уже закончились. Закончили приниматься. Осталось сформировать и встретиться. Там что-то около 10 человек, и фамилии все известны. Но это радостно, что не умерла эта группа, потому что было ощущение, что все, закрывается. Ну, вот этого и не хочется, очень не хочется, чтобы она умерла. И мне даже кажется, что это будет такой очень плохой итог для работы общественной палаты, да. Владислав Крысов, журналист, члены общественной палаты Кировской области, свое особое мнение сегодня высказывает. Раз уж ты упомянул свой блог, ты, как и обещал, когда избрался в общественную палату, так и делаешь. Сейчас у тебя есть видеоблог на Ютьюбе. Ты туда что транслируешь? Как можно тебе посмотреть? Назови, пожалуйста, адрес. А потом мы уже оттолкнемся от последнего видеоблога. Он мусору был посвящен. Ну, транслируем то, что, во-первых, злободневное. И то, что мы не можем просто пленарное заседание взять и странслировать. И поэтому транслируем вот какие-то выездные, допустим, заседания, да, которые у нас есть. Это проверка капремонта, например, да. Вот очень злободневная тема по мусору. Естественно, последних очень много постов было по мусору, потому что очень много вопросов. И даже вот люди, меня знакомые, которые пишут, спрашивают, а вы-то чего молчите? Да вот мы не молчим. Вот я хочу просто показать, что мы не молчим. То есть истина все равно где-то она ищется. И мы ее тоже пытаемся найти, но мы там и не кричим, как некоторые деятели. Вот так должно быть и все. Но, по крайней мере, вот даже те опросы, которые в общественной палате сейчас проводятся по мусору, да, это тоже к тому же. Назови, пожалуйста, адрес своего блога. Можно просто набрать блог общественников Владислава Крысова в любом поисковике. Блог общественников Владислава Крысова. Опрос на сайте общественной палаты. Он не на сайте, а в группе ВКонтакте общественной палаты, да. Звучит следующим образом этот опрос. Какой порядок взимания платы за новую коммунальную услугу по обращению с твердыми отходами вас устраивает? И три варианта ответа. С человека, с квадратного метра квартиры, дифференцированный подход. С человека или с квадратного метра на усмотрение проживающего. Такие тоже предложения звучали. Вот сейчас там уже проголосовавших 8 115 человек. При этом 53,16% с человека предлагают брать плату 15% с квадратного метра. И 32 почти процента дифференцированный подход. И 369 комментариев под этим опросом. Обсудим после короткого перерыва. Насколько этот опрос легитимен, значим, что после него дальше вообще, куда его предъявлять, о чем он говорит. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Влад Крысович на Общественной палате и журналист. Мы обсуждаем опрос, который Общественная палата Кировской области выложил в своей группе ВКонтакте. ВКонтакте она и называется. Это группа АПКО-43. Этот опрос посвящен порядку взимания платы за новую коммунальную услугу. Причем порядок до сих пор ведь у нас не установлен еще. Давай сначала результаты опроса обсудим. И, конечно, нужно прокомментировать, почему до сих пор порядок не установлен, чего ждут и как это на нас скажется. Напомню, что 8 115 человек на данный момент проголосовало в группе ВКонтакте Общественной палаты Кировской области. Абсолютное большинство, 53%, проголосовало за оплату с человека. На втором месте дифференцированный подход. То есть человек сам волен выбирать за квадратный метр или с человека платить. 32%, ну и остаток 15% с квадратного метра. И чего мы опросили? Вот было у нас одно очередное совещание. Юрий Львович Шлемензон тоже там задавал этот же самый вопрос. И кто-то там посмеялся, сказали там, ну мало ли чего там опросы проводят 3000 человек. Это же ерунда, да? Там взлом кировчанин, при том, что там, я не знаю, 150 тысяч, ну сколько там подписчиков много. Юрий Львович сказал, ничего себе, ребята, вы считаете, что это нелегитимный результат собрать столько людей, проголосовавших. Хорошо, если тот был нелегитимный, объявили новый опрос официально абсолютно на Общественной палате в группе ВКонтакте. Да, 8 с лишним тысяч человек. Куда еще легитимнее? Вот, ну, уже, по-моему, все ясно. Люди сказали свое мнение. Но что происходит дальше? Дальше происходят очень странные вещи. Я в том числе и в блоге в своем выложил. Нам 10 раз называли, вот будет принято такого-то числа. 19, 17, 19, 22, до конца недели, где решения его нет. Потому что, конечно, наверное, мне кажется, не ожидали результатов такого опроса. И сейчас... Ты думаешь, это реакция на опрос? Мне кажется, нет, ну в том числе. В том числе реакция на опрос. Мне кажется, до сих пор вот такое мнение есть, что хотят выморозить все это дело до новогодних праздников, когда уже люди, ну вот просто устанут уже это обсуждать. Ну действительно, уже сколько? Вот там комментариев сколько? 369. 369 комментариев. Ну, о чем еще говорить? И последний раз на последнем совещании господин Редькин нам четко, ясно ответил на вопрос. Его спросили, когда? Он сказал, до конца недели. Редькин это министр ЖКХ. Да, до конца недели. Министр ЖКХ обещает, прилюдно его снимают, показывают камеры. Конец недели, пятница, суббота, даже воскресенье. Сегодня все, никакого решения снова нет. Если власть так позволяет себе общаться с общественниками, обещать и нагло врать, что дальше от нее ждать? Дальше, может быть, и получится так, что доплевать все хотели на этот опрос. Чего они ждут? Власти чего ждут? Власти ждут какого-то, видимо, часа Х, когда можно сказать, все, у нас больше не было времени, мы должны были вот сию секунду это решить. Зачем это? Зачем? Ну вот приняли решение. Мы же обсуждали много раз. И в том числе и обсуждение под этим опросом. Говорят, что кто-то готов платить с метра, кто-то готов платить с человека, а кто-то говорит, дайте я выберу, как мне вот удобнее, так я и буду платить. Зачем? И всегда будет кто-то недовольный. Действительно. Вот мы когда обсуждаем, нам говорят, что, скорее всего, мы будем платить с квадратного метра. Несмотря на то, что 15% всего за это проголосовали. Говорят, что мы будем платить с квадратного метра, и при этом как бы приводят в пример цифру, что средняя квартира у нас где-то метров 60, 50 с небольшим. Вот столько-то человек, на нем-то живет 3,5 человека. И выгоднее будет людям всем, вот если в массе смотреть, платить с квадратного метра. Тут же, конечно, подключаются люди, у которых есть одна квартира, две, три, или большая квартира, или дом, и говорят, ну что, я живу у 2 человека. Почему я должен платить как за 10, например, если мы будем смотреть. И вот этот спор у нас идет. С другой стороны, я смотрела буквально вчера у наших коллег в Новосибирске, тайга-инфо, портал. Там противоположный спор, потому что там власти склоняются к тому, что будут платить, что будет платить с человека. И там критика идет, что вот тогда богатый, у которых большие квартиры выигрывают. Мне кажется, и там, и там это все еще происходит, вот эта вот протестность от слишком большой наглости и безапелляционности. Как тут нам заявили, не спросив нашего мнения, мы решили, будем платить с квадрата. Кто мы? Почему мы так решили? А что, референдум надо было проводить? Какие-то мифические, нет, слишком жестко все. Появляются некие люди, которые представляют себя какими-то экспертами, защитниками многодетных и так далее. То есть этим экспертом сидел в одной студии? Которые абсолютно безапелляционно говорят, будем платить с метров. Почему кто так решил и так далее? Вот эта безапелляционность, мало того, что мы выбираем между плохим и очень плохим. И тот и другой вариант, они далеко от идеального. Они далеко. Влад, у меня был вопрос. Почему власть не может принять на себя ответственность и сказать, будет так? Ну, мне кажется, власть вообще боится здесь опять проштрафиться перед федеральным центром. А, все-таки федеральный центр. Они не боятся того, что люди на улице выйдут. Ну, посмотрите, Свет, в некоторых регионах принято решение вообще о переносе этой реформы, потому что она недоработана. Она сырая. До сих пор нет ответов на очень многие вопросы. Если сделаем и мы так, мы попадем в число таких единичных регионов, которые не смогли справиться с этим вопросом. Либо тут у нас скажут, ну, ладно, ребят, вы тут вот голосовали, давайте мы вам пойдем, может быть, на уступки, да, и сделаем с человека. Раз уж вы большинством вот так вот хотите, да, но тогда уже не будет вопроса о том, что давайте вообще перенесем эту реформу. Хотя на самом деле этого следовало бы на полгода, на год ее перенести и все-таки доработать и решить все вопросы. А не так вот, когда год заканчивается, и мы должны уже в конце 18-го принять решение. Нам говорят, давайте быстро, 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 быстро. А что говорила общественная палата? Вот я кусочки с твоего блога посмотрела на ютубе, с этого заседания, где был Редькин, да, министр ЖКХ, где был представитель Куприта и их представители вместе с ними, и они все объяснялись и объяснялись. Что общественная палата предлагала и хотела? Общественная палата были в том числе и такие мнения перенести реформу, а в основном пытались услышать ответы на какие-то самые насущные вопросы. Почему инвестиции такие короткие, почему нас просят купить и нас с вами, кто будет выкидывать мусор, эти вот мусоровозы там за год, там за два и так далее, да. Там очень много вопросов. Ответов далеко не на все вопросы, это как сказка про белого бычка. То есть когда тот же Редькин нам опять объясняет про какие-то 50 квадратов, про 2,5 человека, среднестатистически живущих и так далее, и так далее. То есть это сказка про белого бычка, вопросов много, ответов нет. Тут еще в комментариях очень простая формулировка, часто встречающаяся. Деньги брать хотят, а где услуга? Вот тут, понимаешь, вопрос. Что люди думают, когда пишут, а где услуга и какую услугу ожидают? Ты можешь собственное мнение, вот как человек, который каждый день производит какой-то мусор, выбрасывает и будет платить. А может быть у тебя есть уже собранное какое-то консолидированное мнение, что люди хотят видеть, когда 1 января реформа вступает в действие, мы будем платить, ты выходишь во двор или дома, и ты осознаешь, что теперь тебе вот такая услуга будет предоставлена и с мусором будет вот это происходить. Свет, как минимум, должна была формироваться какая-то лояльность. Действительно, человек может, должен увидеть, что вообще будет, да? Что мы видим сейчас, когда нам предлагают принять вот эти вот цифры? Мало того, что у нас самый огромный тут тариф, да, который только можно было придумать, не решили еще с человека, с метра и так далее. Происходит следующее. В моем личном дворе исчезли два контейнера. Что я должен, вот какая моя лояльная позиция должна быть к тем, кто собирается брать с меня деньги за вывоз мусора, просто за вывоз, не за его переработку, да, просто за вывоз, если у меня под носом исчезают два контейнера. Оставшиеся два, естественно, уже переполнены. Вот что это происходит здесь и каким образом людям объяснить, за что мы должны платить? Естественно, люди это увидят. И мне даже соседи задают, Влад, ты видел? Я говорю, да, видел, а что? Тут у нас депутат Шихов был на одном из эфиров, посвященных мусору, Михаил Шихов. Да. Который раньше работал в САХе. Раньше. Да, и имел отношение к Куприту. А сейчас не имею, да? Вот, он депутат. И он сказал, что с 1 января все будет хорошо. Все будет хорошо. Это очень здорово. Машины закупаются, контейнеры закупаются, все будет Я даже специально на него подписался в разных соцсетях. Я вижу, как он тут принимает участие в каком-то празднике детском, там, значит, кому-то какой-то. А где? Покажите нам, пожалуйста, что будет с мусором, Михаил Шихов. Вот я вот почему-то этого не видел. Я только знаю, что мне нужно будет платить гораздо больше, чем я платил, а больше я ничего не видел. Не веришь? Не веришь обещаниям властей, что все будет нормально? Абсолютно. Тем более, когда это делается таким образом, как это делается сейчас. Даже не знаю, что тут спросить. Остается глубоко вздохнуть просто. И вот у меня тоже абсолютный в голове бардак, несмотря на то, что много было сказано и в этой студии, и представлено планов, и схема разработана. И прежде всего этот бардак, знаешь, с чем связан? С тем, что вот моя душа не может успокоиться по одному конкретному вопросу. Хорошо вступает в действие большая мусорная реформа. Окей, мы будем платить вот столько денег, неважно с чего, с метра, с человека, с чего угодно, дифференцированный, не дифференцированный. Я, Лад, хочу выйти во двор, увидеть современную, классную мусоросборочную площадку. Я хочу, чтобы ходили современные, классные, чистые мусоровозы, красиво в костюмах одетые мусорщики это все делают вовремя, что это все дело сортируется, что в ближайший год уже начинают строиться перерабатывающие сортировочные заводы в этом регионе, а не через пять лет на федеральные деньги. И то может быть. Светлана, этот вопрос задавали несколько раз. Когда мы будем перерабатывать-то? Вот. И еще у меня очень неприятный осадок такой формируется. У меня все время ощущение, что вот всем абсолютно занимаются одни и те же люди. Один, два, три человека. Это не только у тебя такое ощущение, а такое ощущение у всех. Ребята, вот нам нужно построить отрасль. Давайте, кто готов, бизнесмены. Нет. Эти вот полигоны, один человек, условный один. Мусоропереработка, оказывается, тоже будет отдельно. Давайте говорить, что это все аффилированные люди. Это все аффилированные люди. И в этом смысле абсолютно непонятно, куда смотрит антимонопольная служба. Весь наш мусор, он поделен одними людьми. Вот и все. И участие во всех этих торгах и аукционах. Тут один участник, там, значит, два участника, отыграли все по максимальным ценам. А где антимонопольная служба? Это такой очень важный вопрос. Я помню, какой шум поднялся, когда у нас яйца стали дороже продавать на 2 рубля, чем положено. Тут такая шумиха была. Тут все гудели и шумели, с этими яйцами бегали, как курицы. А где сейчас эта шумиха? Что сейчас делает антимонопольная служба? Ты правильно говоришь, что делят все одни и те же люди. Участвуют в этих торгах по непонятным причинам одни и те же люди. Я не утверждаю. У меня есть ощущение такое. У меня тоже ощущение точно такое же. И, видимо, не только у нас с вами такое ощущение. Только в отрасли, которая монополизирована людьми, и они как хотят, так и крутят эту историю. И у меня просто ощущение, что именно эти люди не дают развиваться. Отсюда наглость и безапелляционность. Ребята, мы решили, вы будете платить с квадрата. Все. Понимаешь, хотя, может быть, это наши догадки, но, к сожалению, все, кто не приходил, не пробился сквозь вот это подозрение и неприятное ощущение, что тебя нагибают по всем вопросам. И еще собираются это делать очень долгое время. Да, да. Десять лет, как минимум. Десять лет, как минимум. Ну и у нас остается одна минута до перерыва. Прокомментируй, пожалуйста, судьбу свалки в Костино. Которую сначала собирались закрыть до конца этого года. И даже объявили, что лес хотят высадить на этой свалке в итоге. А теперь вроде бы как выходит новое постановление, новое решение Государственной Думы о том, чтобы свалки подобного рода можно было эксплуатировать бесконечное количество лет. Ты слышал про это? Свет, я вот про это не слышал, но я нисколько не удивлен, потому что все та же самая сказка про белого бычка. Вот и все. И мне кажется, это еще и происходит от неуверенности того, что все вот это вот у нас вот мусорная сейчас революция, она у нас чем-то хорошим завершится. И на всякий случай у нас вот будет все-таки загашничек и то же самое Костино, которое там было. Мне кажется, только так. Вот я первый раз это слышу, но вот у меня сразу мысль такая. Может быть. Хорошо. А как ты хотел бы, чтобы выглядела свалка в Костино? Ну никак, точно не так, как сейчас. Закрытой? Ну как минимум закрытой. Все равно какая-то рекультивация нужна. Ну как, там лежит куча мусора, я уже не представляю, каких объемов. Последний раз я там снимал года два назад. Вот там я не представляю, как бедные жители там рядом живут и что там происходит. Она уже сколько раз уже переполненная, там уже эти расчеты каждый раз у нас меняются, то она настолько переполненная, то настолько то совсем переполненная, то совсем-совсем переполненная и так далее. А теперь складируйте сколько угодно. Прервемся на короткий промежуток времени. Через полторы минуты снова в студии Влад Крысов со своим особым мнением. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Мы сегодня здесь в эфире разговариваем с Владом Крысовым, членом общественной палаты Кировской области и журналистом. Но тут ты мне в перерыве сказал, что есть большая статья, которая дает все расклады, кто у нас мусором занимается. Я пока ее не нашла в интернете, но сейчас попытаюсь найти ее. Мне очень интересно, конечно, почитать. Но вот это еще раз к вопросу о том, что данные-то сейчас все открыты. Ну вот практически ничего невозможно так это присыпать, землиться и посадить кустики и прикрыться камуфляжем. Данные все открыты. Пожалуйста, и по мусору, пожалуйста, и по ЦДСу, пожалуйста, и по управляшкам. Все это есть. И самое главное, появляется все больше и больше людей, которые с этой информацией умеют и готовы работать. Блогеры и журналисты. И многообразовательных всяких семинаров. Практически любой человек, который хочет этим заниматься, может научиться это делать. Но неужели люди, которые занимаются тем, что монополизируют рынок и как-то свои дела решают все еще по старинке, не знают, что в конце концов, окей, не сейчас, но вот нам же тот же Парк Победы говорит, но в конце концов тебя могут накрыть. Свет, видимо, мало еще одной истории с Парком Победы. Видимо, таких историй должно быть больше. И тогда, может быть, какие-то люди начнут понимать. Ну и там, наверное, еще история, которую ты очень хорошо охарактеризовал первую новость, когда мы по ЦДСу говорили. Кто будет на вершине этих обстоятельств? Когда вершины начнут падать, наверное, тогда? Да. Понятно. Ну, а в перерыве мы еще так вздохнули с Владом тяжело. И сказала я, что какой-то Мордор просто. Он говорит, ну, депрессивный регион, говорит он. И, кстати говоря, насчет депрессивного региона, хороший был комментарий. Мы сейчас начнем обсуждать веселье КВН, Клуб веселых и находчивых. И комментарий, который в Фейсбуке распространил Слава Тихонов. Ты его прекрасно знаешь. Его знают наши слушатели. Слава занимается организацией различных мероприятий. В том числе просто нам хорошо, я думаю, слушателям запомнился по фестивалю Дружбы народов, празднику плова и так далее. Он разместил комментарий господина Лебедева, Артемия, как раз, который вышел одновременно с тем, как победила наша команда «Вятка» в КВНе в финале. Лебедева спросили, какие три наиболее депрессивных региона вы можете назвать, города можете назвать. Он не мог три назвать, но назвал один из-за шлюкиров какой-то особенно депрессивный. А человек, который занимается на передовых позициях практически, дизайна, урбанистики, у молодежи очень котируются и не только. У Собянина, пожалуйста, да и у Путина тоже. Человек, который нарисовал новую схему метро, так скажем, если кто не знает. Но много чего. Он говорит, что у нас очень депрессивный регион. И тут я просила просто Игоря Панкратова, который на штабе коллега по общественной палате и представитель Сельмаша, прокомментировать победу команды «Вятка» в КВНе. Он сказал, что в том числе и для этого необходимо, чтобы в Кирове развивалась молодежная политика, которая даст молодым людям понимание того, что жизнь здесь не так ужасна и не так скучна. Можно не просто играть и выигрывать, можно дела какие-то делать. Потому что он рассматривает КВН как инструмент молодежной политики, который прежде всего социальные лифты будет открывать для молодежи. А ты как рассматриваешь эту историю с командой «Вятка»? Как ты рассматриваешь эту победу? И что это для тебя? Это просто приятный такой фидбэк к молодости нашей, когда КВН гремел и все в него играют? Или это какое-то действительно свежее дыхание, новый виток, и это действительно можно применить в нашем регионе как-то эффективно? Свет, это можно и нужно применить в нашем регионе эффективно. Вот хотя бы привести такой пример. У меня у многих друзей есть дети, дети школьного возраста, которые вот они просто мучаются, что им нечем заняться. Они не знают, куда пойти. Не знают, куда пойти бесплатно. Не всегда там можно, может, у тебя не пойдет, да, ты там денег уже потратил. Не знают вообще, чем заняться. Я вспоминаю свое детство, да, может, какая-то ностальгия есть, но она не КВН. Я занимался в театре-студии, я ходил, занимался на гитаре, учился, я ходил в картинг, я ходил куда-то там еще в какие-то изобретательские, я куда только не ходил. То есть в том смысле, в каком сейчас рассматриваю я лично вот то, что происходит с КВНом, с домом КВН и так далее, это не должно быть просто выступление в телевизоре. И если туда сейчас вот в связи с этой историей и за этой историей пойдут дети, начиная с самых младших школьных классов, и они будут заниматься чем-то полезным, они будут развивать себя, то это будет очень круто. И пусть будет флагманом КВН. Да кто бы то ни был, если у нас появился КВН, почему нет? Никита Трунов, продюсер, человек, который пишет тексты для нашей команды КВН, сам играет. Здесь в этом эфире, прямо по приезду нам рассказывал, что с них было, с командой «Вятка», было взято слово инвесторам, а инвесторам выступил все-таки Сельмаш, зовут Сельмаш. Было взято слово, что они не просто там будут играть и победят, а потом свои силы все бросят на то, чтобы отработать это в качестве полезной общественной деятельности в этом регионе. Им дали корочки, советника губернатора, молодежной политики, советников губернатора. И он здесь в эфире, ты знаешь, очень серьезно так говорил, что мы поняли, тогда понимали, даже страшно это было, что это большая ответственность, что не просто выиграешь и потом пойдешь на ТНТ делать свой замечательный проект. Он тут говорил, что они, он не потреблял слово «привязаны», «привождены», но мы, связанные своим обещанием, на это шли ответственно, понимая, и сейчас будем тут делать дела. И даже с эфиром говорил, что мы понимаем, что весь продакшн, который нам предлагает сейчас ТНТ, а там центральный канал зашел на них, да, федеральный, то, что нам нужно делать для КВН, в принципе, все можно делать в Кирове, база для этого есть. Там Росвидео фигурировало, там тот же Имлайт и прочие для площадок. Насколько ребят хватит, как ты думаешь? Слово-то, конечно, дали. Ну, мне кажется, это зависит и от семи ребят. Здесь дело даже, и очень как-то это плохо звучит, дали корочки, им дали не корочки, им дали некий вот он доверие. Им доверили вот именно эту самую работу с молодежью, и если ребята с этим не справятся, это будет чисто их пацанское мужицкое слово. Вы, ребята, взялись, вы сказали, вам помогли, а если дальше ничего не будет, я не знаю, я бы на их месте вот не смог бы смотреть кировчанам больше в глаза и не смог бы ходить по улицам города. Уедут в Москву, будут там ходить? Ну, пусть хотят, но мне кажется, все-таки этого не произойдет. Я со многими из них лично, лично знаком, мне кажется, нет, это пацан сказал, пацан сделает. То есть ты считаешь, что эти люди, взяв на себя вот эту ответственность и те, кто им доверил, они, в общем, вполне себе такой общественный договор гражданский заключили и способны они это сделать? Естественно, это и есть самый такой пример гражданского договора. Они способны, ты считаешь, подтянуть? Способны. И они смогут это сделать? Да. А насчет помещения, дворец молодежи. Две связанные темы здесь. Это, во-первых, сам дворец молодежи, который домом КВН теперь становится постепенно. Ну, постепенно, потому что ведь даже сменили директора. Сменили директора. И о площадке, о которой тоже говорил Трунов Никита, что, конечно же, хорошо бы, чтобы была площадка абсолютно современная. И здесь я сразу вспомнила губернатора нашего, потому что вот он рассказывал про Самару, как они ездили, какая там площадка современная, концертная и прочее. Насколько наличие технической базы действительно важная вещь в современном мире для того, чтобы продвигать, например, такое движение, как КВН, развивая его как инструмент молодежной политики и дальше по списку. Она, мне кажется, она важная, но она не во главе этого списка. Здесь все-таки вот то, о чем мы говорили, это желание, это умение. И нужно начинать и уже вот с какими-то начинаниями доказывать, что... Ты этот авангард видел вообще? Я до сих пор, у меня о нем очень мрачное ощущение. Вот сколько я работал и как я туда приезжал снимать, у меня это было какое-то темное, серое, мрачное заведение вообще с непонятным функционалом. Абсолютно с непонятным функционалом. Старое какое-то ощущение, что накренившись. То там какие-то, я не знаю, даже самодетельностью не назвать, чего там только не было, но в любом случае очень мрачные ощущения от него были. И вот очень хочется, чтобы сейчас эти ощущения поменялись все-таки, да? Но это большие деньги, я сейчас об этом говорю. Финансирование, ремонт, помещение. Сначала нужно вдохнуть жизнь, а потом, мне кажется, это все придет. Свет, если люди увидят, что от этого есть толк, это придет. На бантик. В конце особого мнения. Две темы на выбор, пожалуйста. Католики, которые снова пошли в суд против правительства, речь идет о костеле. Ничего себе бантик. И от требований католиков вернуть, причем требование такое мягкое, они готовы делить этот костел с филармонией, поскольку там стоит орган и прочее. Или, что, наверное, совсем бантик, только скажи, что это не бантик. Это в Кирове. В Кирове начала работать Uber, международная компания такси. И что это будет значить для рынка такси в Кирове? Выбирай. Давай костел, потому что на такси я езжу крайне редко. С костелом вообще непонятная история. Она непонятна очень многим. В чем провинились католики в смысле своих религиозных убеждений? Я не понимаю, почему мой дворец пионеров, в котором я занимался, был отдан православной церкви. И сейчас там располагается совсем не церковь, но он отдан. Это который? Это дворец пионеров на улице Московской 2, который был. Серьезно? Его отдали РПЦ в свое время? Да. А потом там вообще не РПЦ, сейчас коммерческая фирма там сидит. В чем провинились католики? Объясните мне. Мечеть передана у нас, она у мусульман. Почему? Я вообще не понимаю, в чем вопрос. Я не говорю, что какая-то религия хуже, какая-то лучше. В чем вопрос, я не понимаю. Орган не вопрос? Орган? Ну, надо решать этот вопрос. Тем более, что сами католики, насколько я понимаю, предлагают альтернативу. Да, они не предлагают оттуда выселить срочным образом орган. И поэтому вот этот смысл этого спора, и причем какие-то такие глупые ободания, вот сколько я там успевал читать, там, перенесли заседание, потому что там кто-то не явился, перенесли заседание, потому что там сказали, что что-то было достроено, перестроено. Во-первых, надо признать сам факт. Ты знаешь, что чиновники говорят на все это, в суде они как выступают? Они говорят теперь, что здание утратило религиозное назначение после реконструкции в 1990 году. Поэтому конфессия на него претендовать не может. Очень здорово. У нас практически все храмы, насколько я знаю, они были реконструированы и переделаны. Вот там, где сейчас женский монастырь, у меня мама жила там. Там было общежитие Кожбехкомбината. А вспомни Квату, которая утратила свое религиозное значение давным-давно. Квату вообще полярно утратила свое религиозное значение. И сейчас, кстати, шесть корпусов неотапливаемых разрушаются и принадлежат. Они теперь РПЦ. Да, да. Но они принадлежат РПЦ. Почему чиновники так упираются? Ведь у нас много конфессиональной, извините, государства. Вот здесь почему? За что мы боремся? Мы боремся за то, что у нас все религии равны и так далее. Но, получается, я не понимаю. Для меня это тоже какой-то вопрос без ответа. Я тоже не могу этого понять. А почему, как ты думаешь, не выступит православная общественность в поддержку, например, католиков? Вот почему ответственные православные не скажут? Люди, мы здесь все граждане одной страны. И мы все равны в правах. Вот нам даете, дайте католикам. Это братья наши, соседи наши. Света, вот тут я точно не могу ответить, потому что со времен владыки Хрисанфа я, честно говоря, не очень интересуюсь тем, что происходит у нас... Со времен ухода Хрисанфа. Да, со времен ухода Хрисанфа я не очень интересуюсь, что у нас происходит в нашей православной церкви. К сожалению, это так. Вот для меня лично она свой какой-то авторитет потеряла. Ну, сложно интересоваться, потому что Марк, который сменил Хрисанфа на этом посту, он же вообще не общается ни с прессой, ни с паствой через мини-как. Поэтому мне неинтересно. Всё понятно, но ты за то, чтобы вернуть костёл католикам. Конечно. Влад Крысов в программе «Особое мнение», у микрофона работала Светлана Заньков. Всем хорошего дня, недели и помните, что Новый год не за горами. Да. Особое мнение на 101FM